Здарова, меня зовут Треха и это Любовь в колено рок-н-ролл. Рассказываю историю о старости. Вчера я чихнул и защемил нерв возле КДК. Если у вас такое было, напишите в комментариях, что это с этим делать, потому что мне больно глотать, больно разговаривать и я не знаю, как это лечить. Но миксы все равно будут выходить. Поэтому сегодня десертная тематика. Люблю десертные миксочки. Взял вещи, которые что-то новое, что-то уже нестареющая классика. Четыре ингредиента. Сегодня сливочный крем Старлайна, нестареющая классика. Я думаю, что многим этот ароматик нравится. Из последних вышедших чудо от Хулигана. Абрикосовый йогурт. Соляного для меня немножко рисковато, но в миксах типа ведет себя очень круто, поэтому мы его берем. Милки Райс Мастхэва. Уникальная ароматик у этой компании. Точно стоит использовать. И еще один уникальный ароматик. Меджумия тоже. Вот такие четыре ингредиента. Из этого сделаем интересный такой йогурт десертненький. Я думаю, что будет клево, потому что абрикосик здесь, ананасик с дыней здесь. Должно быть прям вкусно. С единственной разницей мы сделаем это в два слоя. Начнем с сапфировского мажетеля. Его вместе с абрикосовым йогуртом мы отправляем прямо на нижний слой по примерно 20 процентов каждого этого аромата. Плюс-минус. Может быть даже по 30, наверное. Да, побольше сделаем. Абрикосовый йогурт также вниз вместе с мажетелем смело отправляем. Ароматик реально вышел достойный. Он немножечко отдает больше персикам, чем абрикосам, по крайней мере для меня. И он немножко рисковат, когда куришь его в соло. Но при этом в миксах, типа со сливочной основой йогурта, раскрывается прям очень круто. По 30 процентов примерно миджумия и абрикосового йогурта. И наверх отправляем всю сливочную основу. Стоит пометить, что старлайновского сливочного крема он менее яркий, чем мелкий райс, поэтому его где-то процентов наверное 25-30. Ну да, 30-30-30. Ну да. И 10 процентов мелкий райса получится на оставшийся верхний слой. Его нужно прям немного, потому что мелкий райс аромат достаточно насыщенный, очень профильный, его много. Поэтому им забиваем вот остатки верхушечки слоя. Его причем хватит для того, чтобы отлично контактировать с сливочным кремом, и он не будет теряться на его фоне. Вот такая вот история. Все это. Сейчас колаут. Будем греть на 4. Здесь достаточно высоко сделано. Греем на Терексе, продолжаем тесты угля, потому что люди стали много обсуждать. Кому-то да, кому-то нет. Я для себя отметил определенные вещи, которыми расскажу, когда мы будем уже курить. Поэтому ставим колаут, курим. Собственно, кальян у нас готов. Калаут 4,25 Терекса по углю. Мы сейчас вторые съемки подряд уже на нем прогоняем. Единственное, что я заметил, пепла чуть больше, чем от обычного угля в целом, от кокосового. При розжиге проблем я не заметил. Пока ничего не лопается. Для справедливости партия у нас 0,2, 0,5, 23, помечена на коробке. Пока все ок. Единственное, что он пепелит чуть больше. Я не знаю, насколько это критичная проблема для кого-то. Но лично мне это глубоко похуй. Потому что блюдце для кальяна для этого нахуй и сделано. Сейчас, по крайней мере, проблем не возникает. 4,25 Терекса сделано у нас высоко. Кальян разогрелся достаточно быстро. Крепость. Давайте спросим. Крепость средняя. Нижние слои еще не до конца отдали свой никотинчик. Поэтому сейчас выше среднего подниматься не будет. Блять, как вкусно. Теперь надо на всех мастер-классах этот микс давать. Сейчас хулиган набирает популярность. Все чаще я его вижу в хорике. Короче, для любителей десертно-фруктовых прям вау. Я с лютым кайфом стыковками джуми с абрикосовым йогуртом. Пиздец, бомба. Милки райс почти даже перекрывает сливочный крем. Все это создает крутой молочный фон. Он сливочный, он молочный, он йогуртовый. Ты выдохнул, и оп, на послевкусие интересные фруктики. Комбинация дыни-ананаса с абрикосом прям кайфы. Короче, давайте по заменам пробежимся. Милки райс. Блин, вот не люблю это говорить, но, к сожалению, мелки райс реально нужен и дома, и на стойке. Это очень крутой модификатор вкуса. Его нельзя ни на что ни заменить, потому что ингредиентов в табачном рынке, похожих на мелки райс, сейчас нет. Меджуми. Сборный ароматик в целом. Из дыни-ананаса основной фруктовый фон 3 к 1. Три дыни на одну часть ананасика очень даже. Создать вот этот пощипывающий эффект, конечно, дома уже проблемно, но сюда же докидывайте какую-нибудь другую йогуртовую основу, слегка сливочную. Ближайшее, что я могу вам посоветовать, это взять чуть-чуть чизкейка. Вот для создания вот этого ароматика. Сливочный крем. Тоже ингредиентик, который вот в своем сегменте закрывает кучу потребностей, потому что вот этих чистых сливок выпускают не так много, и их не так часто. Но ближайшее, что могу посоветовать, киллер-нилок, наверное. Да, профиль вкуса поменяет, но направление микса останется. И абрикосовый йогурт. Придется тоже немножко поиграть, потому что вот здесь в абрикосовом йогурте сделан определенный оттенок оромкой, которого создать вот так застойкой не так просто. Здесь ваниль, абрикос сибера. И чуть-чуть надо вот что-то вот йогуртовой кисловатого докинуть вот этого кисломолочки. Но в целом можете обойтись в ванилью с абрикосом, и вам должно зайти. Вот такие примерно замены. Крепость, как я сказал, средненькая. Забивка. Можно слои, можно компот. Слоями мне нравится интереснее, потому что он чуть переходный от сливочного к фруктовому будет. Ну вот 4,25, типа мне комфортно. Мне не жарит пока. Вот. Понятно, что через 5 минут мне придется снимать уголь, потому что я дрочил и не могу курить на 4. Ну, она не должна жарить. Она дается столько, сколько надо пока. Ну, курица прикольная. Короче, вот такой миксочек обязательно попробуйте. Реально очень рекомендую комбинацию вот этих двух вкусов. Они вместе дают прям очень крутую базу, на основе которой вы можете поиграться. Так что это рекомендационно. Как всегда, друзья, ссылочка в описании найдете в нашем телеграм-чат-канал. Там всякие полезности, новости, розыгрыши. Спасибо вам, что смотрите. Курите кальяны, слушайте хорошую музыку и любите своих женщин. Пока-пока. Пока-пока.